Девушки отдыхают Привет! Здравствуйте! Как у вас дела? Привет! Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно баскетбол? Почему я играю в баскетбол? Я играю в баскетбол, потому что... Мой отец был баскетбол игроком. Я родился с ним, который мне дали баскетбол в доме, когда я был 3 лет. И я думаю, что он был в моем ДНЕ играть баскетбол. Я нашел спорт, который очень радостный. Я люблю игроком, я люблю игроком, я люблю игроком, я люблю игроком. И это я играю в баскетбол. Единственное, что, конечно, видеоформат такой... Новый опыт для нас. Поэтому всегда, наверное, хочется при таких встречах что-то показать, что-то именно в баскетбольные какие-то элементы, в баскетбольные части. Но здесь так, в принципе, все сложилось просто в хорошем общении. Девочки задали свои вопросы. Что-то связано с баскетболом, что-то не связано с баскетболом. В принципе, такие встречи, ну, меня они доставляют удовольствие. Я чувствую себя нормально, комфортно. И всегда приятно поделиться какими-то моментами. Особенно, что касается баскетбола. С теми, кто только хочет себя проявить или кто-то просто увлечен баскетболом и хочет узнать, как это происходит в большой команде. И поэтому для нас это всегда минутка такой отличенности, можно сказать. Залог успеха – это всегда работа. И вот девочка задала вопрос, для чего нужно приходить до тренировки. Мы с Даней постарались максимально развернуто ответить, что, ну, как всегда говорилось в русской пословице, что, да, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Поэтому в нашем плане, что успех всегда достигается через труд, через работу, через индивидуальную работу. Без разницы в каком ты статусе, в возрасте. И если ты считаешь для себя, что тебе есть куда еще расти, есть еще в чем совершенствоваться, это тебя мотивирует к какой-то дополнительной работе, помимо тренировки, там, после тренировки. В выходной день многие ребята приходят жертву своим выходным днем и приходят отрабатывать какие-то элементы или просто бросать. Поэтому, как говорится, нет предела совершенства. И если игрок внутри себя мотивирован на достижение максимальных высот, индивидуальных или с командой, мне кажется, приходя в зал до тренировки, после тренировки, посвящая этому определенное время, помимо тренировочного процесса, то это не может просто так пройти бесследно. И всегда это приведет к успеху или, по крайней мере, к каким-то результатам со знаком «плюс». Мы желаем вам удачи, успехов во всем и здоровья. Спасибо. Вам тоже всего самого наилучшего, всего самого хорошего. Девчонки, спасибо. Нам очень было приятно с вами пообщаться. Приходите на наши игры, поддерживайте через телевизоры. See you again. Да. И если у вас будет возможность, обязательно приходите на наши игры. Спасибо вам большое. Мы постараемся восстанавливать своими победами. Пока. 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 We are all one team.